Сегодня в Дом Москвы открывается персональная выставка живописи Натальи Овчинниковой, организатор выставки армянский клуб «Друзья Крыма» при поддержке Дом Москвы. И сегодня в этом зале мы видим такие вот красивые картины, которые олицетворяют братства армян и русских. Мы видим красивую природу, весну. И всем желаем вас сегодня насладиться вот этой вот весенней атмосферой жизненотверждающей картины Нимы. И в словах предоставляется представителем Республики Крым, Республики Армения, руководителем клуба «Друзья Крыма» в Армении Альбарис Вичков. Поздравляю, Республики Армения, Республика Армения, «Друзья Крыма» и «Друзья Крыма» в Армении Альбарис Вичкова. Продолжение следует... которая рассуждена в целом, как мы стоят в этой работе, во Гавриимске и Кабайпетевсе, для которой мы садимся. Первый рэнвард, я делал нас любого использования, единственный романс – и мы должны знать, что об этом направлении, которое мы с вами проверим, Тэпиарси Ну и Монтави Сор Тэпиарси Монтави Я приветствую всех гостей, в первую очередь, я приветствую вас в Армении. Спасибо господину Федилову за то, что он посетил нашу выставку. Новый руководитель Росатурса, Выставка дома в Армении. Прошу всех поддержать нашу выставку, что надеюсь здесь, нашей энергии, нашим теплом. Я думаю, что мы сегодня, открывая эту выставку, делаем очень большое дело. Мы делаем дело дружбы между Крымом и Армении. Это дело мы не начали, это не наше поколение начало. Это начали люди, которые еще в 9-10 веках были в Крыму. Это начали люди, которые продолжали это в средние века. Вы знаете, что в Крыму, особенно в Феодосии, Феодосия называлась морской арменией, и по разным данным, по разным источникам проживала до 500 тысяч армян в разное время. Но кульминация, это 15-й век, 500 тысяч вот на этом побережье. И это, я думаю, серьезная такая морская армения, это серьезное очень дело, которое наши ученые тоже должны разрабатывать и так далее. Наше представительство, наш клуб, друзей Крыма, мы будем делать все, чтобы вот этот армянский след Крыму и крымское восприятие в Армении, они были всегда, они были в правильном свете, в свете воссоединения Крым, в свете того, что народы не крепостные и не привязаны к земле какими-то указами и так далее. То есть, если народ имеет волю, народ имеет стремление жить так, как он хочет, это право народа, право народа на самоопределение. И мы поддерживаем право народа на самоопределение Крыма и поддерживаем его стремление жить свободно. Свободно со своей матерью Родиной России. Поэтому мы поздравляем сегодня всех крымчан с семилетиям воссоединения и, конечно же, желаем успехов Крыму, успехов этому народу, успехов всей России. И, конечно же, мы будем со своей стороны развивать вот эти теплые отношения. Спасибо большое. Желаю, чтобы вы находитесь в своем роде. Слово предоставляется генеральному директору Дома Москвы программного адреса Вича Карапетяна. АПЛОДИСМЕНТЫ Слово предоставляется генеральному директору Дома Москвы. И сегодня, смотря на эти картины, мне очень приятно, что Наталья Овчинникова показывает культуру, красоту Армении и красоту Крыма. Сегодня мы можем насладиться теми работами, которые сделала Наталья Овчинникова. И очень приятно, что Наталья Овчинникова объехала всю Армению от города Юга, показывая красоту. Она говорит, когда мы до открытия выставки мы с ней беседовали, она говорит, что я специально не пишу под картинами, где это место. Я думаю, каждый, кто придет на выставку, он сам поймет свои родные места. Что в Армении, что в Крыме. Поэтому, Айборис, очень приятно, что мы делаем это мероприятие вместе. И Дни Крыма действительно стартует с сегодняшнего дня. Надеюсь, что будет полноценно большая делегация приедет в Армению. Я уверен, что будет заключено много соглашений, договоров, которые будут способствовать укреплению. В очередной раз доказано дружбу между Россией и Арменией, между армянским и русским народом. Поэтому удачного просмотра, удачно насладиться. И надеюсь, что вот эту неделю, которая выставка будет здесь находиться, посетят очень огромное количество людей. Вы можете быть первыми и можете все передать другим вашим коллегам, друзьям, семьям, чтобы они обязательно пришли. Дом Москвы всегда открыт, поэтому будем очень рады вас видеть здесь. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется художнице, автору картин, Наталье Артемьевне. Спасибо. Я очень благодарна судьбе, которая познакомила меня с Айком Борисовичем. И благодаря его предложению эта выставка стала возможной. И сегодня, когда я утром сюда пришла, я увидела, как прекрасен мой дом Москвы. И увидела этот прекрасный зал. Ну и, конечно, возрадовалась еще больше. И замечательно, что есть возможность здесь показать мои пейзажи, которые я писала, ну, пожалуй, последние лет пять, да, в своих путешествиях. И про Крым я хочу сказать, что я родилась и живу в Москве. И Крым с детства я его знаю. И много там пришел. И море, оно питает весь полуостров. Оно обивает его со всех сторон, да, и в своем движении оно, в своем движении, да, оно ведет это движение небу, облака, да, и все вместе формирует эту, эти удивительные, совершенно удивительные горы, да, и удивительные пространства, удивительная ладжа. И, ну, иногда, конечно, хочется от моря уйти уже, да, потому что оно тоже беспокойное, очень, вот, на более спокойную сушу. И в Крыму я бываю каждый год, иногда даже не один раз. А вот в Армению я впервые приехала в пятнадцатом году и сразу, ну, была потрясена красотой, которую я здесь увидела. И я начала об этом говорить, да, тем, с кем я общалась, мне говорили, ну, что, горы, 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 но для меня это просто удивительные, удивительные формы, удивительные существа, да, не просто горы. И когда я думала еще, что, ну, я действительно объехала многие места в Армении, и когда я думала, а что же, собственно, что же я здесь вижу главное, да, помимо горы. Главное в Армении для меня это, наверное, вот те старые храмы, старые не в смысле тряплые, да, а старые наполненные историей, да, наполненные переживаниями многих людей, которые их строили и затем туда приходили. И впервые я увидела армянский храм Феодосии, и его простота, да, очень простая, лаконичная красота, она меня, ну, как бы заставила сердце мое трогнуть. И в другой раз, будучи в Иерусалиме, я случайно попала на армянскую службу. И до сих пор это незабываемое впечатление от мужских голосов и от силы службы. И вот с этими впечатлениями я приехала в Армению и нашла здесь то, что искала. Вот, у меня всегда, ну, у меня всегда очень везло на людей здесь, да, и я вижу, что страна очень гостеприимная, и действительно здесь очень приятно бывать. Вот, я надеюсь, что... Еще я хотела сказать пару слов, простите, пару слов хотела сказать про акварель. Акварель это очень нежная краска, да, которая, ну, раскрывается постепенно впечатление от аквареля, да, поэтому, если какую-то картину вы принятели, да, не пожалейте минуточку, постойте перед ней, придитесь в нее, да, и она вам расскажет еще больше, да, не сразу, а не открывается. Спасибо. Уважаемые гости, всем желаем хорошего времяпрепровождения, поздравляйтесь костями, и для вас еще подсказки на угощение. Расскажите о теме выставки. Тема выставки это два прекрасных края, Крым и Армения. Я пишу пейзажи, очень люблю Крым, много там путешествую, и пишу пейзажи крымские. И в 15-м году я первый раз приехала в Армению, и меня поразила красота страны, и я стала сюда приезжать, сейчас я, наверное, здесь уже пятый раз. И, ну, в Армении, конечно, я пишу горы, и удивительные храмы. Ваши впечатления о Армении? Удивительно тепло. Я чувствую себя здесь в безопасности. Если просишь о помощи, всегда люди готовы помочь. И удивительное гостеприимство. У нас уже такого, наверное, не найдешь в Москве. Поэтому, и я работала в Москве, работала с армянами, и это всегда много взаимопонимания и взаимопомощи. Спасибо. 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 Ваши впечатления о выставке? Вы знаете, во-первых, приходить на выставку, это всегда бывает очень приятно, потому что здесь происходит обмен культур. Да, вот ты приходишь к человеку, который пишет и русскую природу, и армянскую. Это бывает очень важно, когда ты смотришь, как это все делается. Это во-первых. А во-вторых, тот человек, который выбирает вот такие пейзажи, который пишет природу, который очень так трепетно относится к природе, как к своей стране. И также и к нашей армии это тоже бывает очень насыщенно. Вот, например, вот сейчас прямо передо мной работы наших церквей, да, вот эти карандашные напроски, которые вот еще даже не завершены, но ты видишь, что это здесь рука мастера, и очень приятно присутствовать на этой выставке. Ваше впечатление о выставке? Да, я запечатлена этой выставкой. Очень рада, что это организовано, и это будет помогать нашей армяно-русской дружбе, которая нам очень необходима. Я рада приветствовать наших гостей из России, и мне очень нравятся эти работы. Я думаю, что такие мероприятия должны быть периодически, почаще, потому что это все будет укреплять наши армяно-русские отношения. Я очень рада их видеть здесь, и очень красивые, интересные картины. Я чувствую, вижу, что тут изображены Крым на некоторых картинах, и там, кажется, тоже Ереван изображен на некоторых картинах. Так что этому мероприятию я очень рада, и это все будет укреплять нашу дружбу армяно-руссийскую. И я считаю, что вот такие выставки и вообще мероприятия, касающиеся России, они должны быть всюду, и в Арцахе, и среди миротворцев, где они будут приглашены. И я думаю, что это все будет помогать нашей дружбе и все это укреплять. Спасибо. Пожалуйста. Ваше впечатление о выставке? Впечатление очень позитивное, впечатление очень хорошее. Хороший радует глаз, что художница, которая не живет в Армении, видит Армению своими глазами и это передает на лист. И здорово, когда происходят подобные выставки, подобные мероприятия. Это еще раз доказывает наши тесные отношения с Россией, тесные отношения с Крымом. Здесь представлены пейзажи Крыма. И это здорово. Чем больше таких мероприятий, тем больше наши отношения, армяно-российские отношения, они будут все больше и больше и в лучшую сторону развиваться, двигаться вперед. Это во благо наших народов. И искусство, и культура должны полностью интегрироваться в развитие армяно-российских отношений. То, что происходит. И здорово, что подобные мероприятия происходят в Армении, и они должны быть все чаще и чаще. Что у вас в Суцио-Ханде? Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok